Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Заказала себе две пиццы. Одна получается здесь с сосисками, с колбасами, а другая с курицей. С курицей, кстати, дешевле стоила, чем с колбасками. В общем, сегодня мы... Какие огромные куски мне порезали, посмотрите. Это еще пополам должны были порезать. И... Извиняюсь, мои хорошие, что за последнее время на моем канале выходит минимальное количество видео. Просто сейчас столько событий. Сегодня, например, мой двоюродный брат купил квартиру. Однокомнатную квартиру, которую я рассматривала, когда покупала свое. И мы сегодня ходили оформлять. У нас рядом с домом открылся новый Асан Хедмят. Блин, как мне нравится, как там работают работники. То есть они не как будто с цепи сорвались, а реально с удовольствием делают свою работу. Пицца, конечно, пушка. То у меня завал на работе, то еще что-то. Мама в деревне. И убраться надо. То мебель таскали на мою квартиру. То есть все как будто друг на дружку. Обалденная пицца. Просто супер. Это не какой-то популярный бренд. У нас просто под домом открылась небольшая такая будка. Там продают шаурму и еще пиццу. Вот я решила заказать, потому что они готовят под стеклянным, как сказать. Ну, ты видишь человека, который готовит. Кухня у них, считай, стеклянная. И ты видишь, что повар в перчатках. Как он берет тесто, как он накладывает ингредиенты, откуда берет ингредиенты, в каком состоянии. Поэтому я решила у них взять и мне нравится. Я, значит, купила, поднимаюсь вверх с двумя пиццами и такой аромат стоит в лифте. И мне мой сосед задает вопрос. Говорит, а что вы сами не готовите? Зачем заказываете? Я такая говорю, Времени не было сегодня. Он такой, надо самим готовить. Это у меня один сосед есть очень любопытная. Вечно у него какие-то вопросы. Не люблю я любопытных соседей. Это еще здание, в котором живем мы с мамой. Живем мы с мамой. Это еще нормально. А та квартира, где я купила, люди настолько любопытные. Такое ощущение, что ты живешь в деревне. Как-то один раз пришел Рюша менять замок в входной двери. В общем, в процессе того, как он менял, столько людей проходило, и каждый просто обязан был что-то спросить. Одна женщина спрашивает, это вы новую купили квартиру? У нас, значит, здесь новые соседи. И мы такие, ну да, новые соседи. А вы вдвоем здесь жить будете? А вы женаты? Ой, как я рада, что у нас новые соседи. Столько вопросов. Думаешь, господи, заткнись уже, иди своей дорогой. Не люблю. В общем, брат купил квартиру, можно сказать, в одном дворе со мной. Скупаем тут все. Квартира стоила столько же, сколько моя. Девятый этаж, хорошая квартира. Просто вся эта рутина с бумагами, она настолько утомляет, и это все очень долго. Переоформление. Нужно было уточнить, есть ли у него долги по свету, коммунальные услуги, не знаю, завода. Вот я когда квартиру купила, я что, даже не задумалась, так вам на заметку. Я как бы не стала проверять ни свет, ни газ, ни воду. А оказалось, что у него долг. Почти 6 тысяч за воду. Хотя в этой квартире никто не жил. Дело в том, что в моей квартире не стоял счетчик. А когда не стоит счетчик, они автоматически каждый месяц взимают 20 монат за воду. Пользуешься этой водой или нет, без разницы. Если у тебя счетчик не стоит, то эту фиг сумму должен платить каждый месяц. А это 20 монат. Прикиньте, за воду это очень дорого. И потом я уже оснулась. Но мне повезло. Человек, который продал мне квартиру, был очень порядочным. Прям очень. он сразу пришел. Отдал мне эти деньги. Даже я сказала, ничего страшного не надо. Я сама заплачу. Он со мной начал спорить, что нет. Вот, пожалуйста, это твои деньги. Вернул мне деньги. Такой, знаете, вот мужик вот реально. Мне он запомнился на всю жизнь. Он работает. Хоть ему лет 80, по-моему, он работал в возреших. То есть это как по-русски. Электричество. Короче, он работал в госструктуре снабжения электричеством. У него там свой водитель. Такой большой Prado Land Cruiser черный. это все за счет густарства. То есть густарство ему за его работу водителям. Вот такой джип под попу. Но сам тоже, ребят, такой достойный мужик был. Вот реально, не копеечный. Мы когда переоформлением занимались, много чего он брал на себя. Говорит, ничего, я сам заплачу. Ничего. вообще у нас квартиры страхуются. Но если ты как бы не собираешься продавать или еще что-то, не обязательно квартиру страховать. Но если ты продаешь или покупаешь, то квартиру обязательно нужно застраховать. и много там расходов по купле-продаже. Короче, мужик все взял на себя. Мягенькая пицца. С курицей не настолько вкусно, вкуснее с колбаской. Причем колбаса здесь такая вкусная. Не совсем такая дешманская. Иногда бываешь хот-дог покупаешь, а там сосиска просто вырви глаз. Невкусная вообще. водичка водичка закончилась. Что за несправедливость? Вот сегодня брат у кого покупал квартиру, он такой более копеечный был мужик. Даже коммунальные услуги кое-что он задолжал. И он такой говорит, ну и что задолжал? А дальше это ему платить, моему брату. То есть он должен решить вопросы всеми своими долгами, а затем уже продавать квартиру. То есть человеку очень трудно было что-то объяснить. Я наелась, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всех люблю. Пока!